Добрый вечер, коллеги. Начинаем нашу послематчевую традиционную пресс-конференцию. Главное тренера футбольного футболка «Мотив Москва» Михаил Галактионов. По традиции поднимаем руки, называемые здания, не забываем эти важные вещи делать. Спасибо большое. Сергей Вильщинский, медиагруппа «Звезда». Михаил Михайлович, два вопроса своих традиционных в один объединю. Почему Сергей Пеняев начал игру на скамейке, и почему в старте в опорной зоне вышел Даниил Куликов, а допустим не Марио Митай? Я уже говорил на предматчевой пресс-конференции, когда на флэш, значит, что касается Куликова. Достаточно неплохо отыграл на кубок, был готов функционально, поэтому имел опыт игры в стрессовых матчах, на наш взгляд. И нужен был игрок в опорной зоне, который даст, на наш взгляд, определенное качество, динамику. Поэтому выбор пал на него. Что-то удалось, что-то нет. Поэтому очевидно, что с потерей Карпукаса по повреждению у нас есть в этой позиции. Мы пробовали разные сочетания, но пока оптимальное, так сказать, качество, которое нам может дать именно тот игрок, который будет вести игру на равне с Бариновым. Но мы это сочетание ищем. Пока такого точного убеждения, что один, второй, третий или четвертый дает разницу и дает качество, пока не увидели. Сергей Пеняев, футболист, с такими игроками нужно очень внимательно и аккуратно подходить, потому что молодые ребята и приняли решение, что по ходу игры он выйдет для того, чтобы дать скорость, дать динамику. Он это сделал, но качества не совсем хватило. Спасибо. Михаил Михайлович, добрый вечер. Единственный вопрос к вам. Все понятно, что играли на одного больше. Могли забить, мог Спартак забить, скажем так. По большому счету игра была после удаления. Ну, так, если там сейчас говорили, XG был на вашей стороне, но в любом случае Спартак атаковал очень опасно. И моментов создал много, и как бы выглядел тоже неплохо на вашем фоне. Но скажите, вот это, я опущу, но вот 23 минуты первых все-таки никак не могли выбраться из-под прессинга Спартака, потому что он предложил такой высокий прессинг, и было видно, что локомотив никак не может войти в игру. Вы были готовы к этому или нет? Или для вас это вот как бы не ожидает? Были готовы к этому, но выход из-под прессинга осуществляет разная группа игроков. Я имею в виду, начиная от центральных защитников, фланговых защитников, опорных игроков. И те взаимодействия, которые необходимо было делать, к сожалению, Спартак накрывал нас, и у нас был брак передачи. Поэтому, еще раз говорю, для того, чтобы мы более целостно в этих моментах выглядели, надо быстрее принимать решение, отрываться от своих соперников, оппонентов. И самое главное, в спорных мячах, я их называю, когда это какое-то единоборство, подбор, когда из-под тебя играют на опережение, еще в каких-то моментах мы мячи не имеем права терять. А таких моментов было очень много в первом тайме, когда мы только мяч отняли, и надо стараться взять его под контроль, успокоиться, не форсировать, мы опять его теряем. Но, к сожалению, такой ненужный брак, он, я думаю, такой немножко внес нестабильность в наши действия. Спасибо. И еще один вопрос у вас. У вас был опасный штрафной. Все-таки на тренировках вы отрабатываете, потому что было видно, что Дзюба не так сильно ударил, потому что с этой точки обычно бьется сильно, потому что по обводящему через стенку он не попадает по траектории. мяч, а все-таки как бы не очень, так сказать, было качественно исполнено. Ну вот я такой, так подметил, по крайней мере. Да, вы правильно подметили. Некачественно исполнили. Еще вопрос. Пожалуйста, не забывайте представляться. Здравствуйте, Роман Романов. А издания? Для разных изданий. Когда в столкновении получил повреждение, показалось, Глушенков его заменили. Это повреждение серьезное? Насколько серьезное? Есть какие-то сейчас информации? Ну, повреждение, которое не дало ему позволить дальше принимать части в матч. Пришлось провести замену. Насколько серьезно оно покажет обследование сейчас? Поэтому сейчас по горячим следам сложно, что сказать. Спасибо. Коллеги, еще вопросы есть? А, еще можно вопрос? Да. Оцените, пожалуйста, вашего… Ну, не по игре, а оцените, пожалуйста, вашего соперника по Кубку России, по плей-офф. Если соперник прошел следующий раунд, естественно, он представляет определенную угрозу, определенное качество, определенное… И то, что с Балтикой мы встречались, очень квалифицированная команда, боевитая, поэтому ожидаем сложного матча, тяжелого. Поэтому, тем более, это уже плей-офф, где, так сказать, шансов на риски, на ошибки их минимизировано. Поэтому надо играть и добиваться победы. Спасибо, коллеги. Если нет вопросов, всем спасибо. Спасибо. Спасибо.